И снова здравствуйте, с вами канал Ленкин Взгляд. Хватит гулять, пойдемте работать. Так, сегодня концерт. ДК «Нефтяник» второй концерт у нас в ноябрьском. Здесь хоть в зале не жарко, там в прошлом жаре так было жарко, что мы все угорели. Коясь, коясь. Мне нравится, тут написано. Стой. Стой, потому что там опасно. В каждом зале есть свои приколы и обозначения. Тут рожица написана. Смешная. А тут смешно, а тут контрабасно. А тут я. У нас 15 минут перерыв. В программе сегодняшнего дня репетиция, обед и, собственно, концерт. Девочки такие красивые. Это нас отпаривать. Стой не холодно. Стой не холодно. Ну, мне не сильно дует. Надька очень сильно дует. Она прямо на ветру сидит. Один из больших плюсов – это то, что гримёрка находится прямо при выходе со сцены. Я украла шоколадку. Ты украла шоколадку? Я украла целую шоколадку. Оттуда из кофе-брейка? Да. Надо всё успеть. Надо всё забрать. Загреться, наесться. У-у-у-у. Так, у нас такая гримёрка в этом ДК. Очень клёвая. Я даже не сходила сказать с кофемашины с отпаривателем. От сухости волосы дыбом стоят. Пьём, как лосье, потому что очень сухо. И всё сухо дыбом. Ба-ба-ба. Губы сохнут, нос сохнет. Арсен с пальцами. У нас тут кофе-брейка. Это дипломы. Центр досуга «Нефтяник» построен в 1987 году. Но совсем недавно его почти полностью обновили. Кроме концертов и театральных спектаклей, здесь проводится очень много мероприятий и занятий, участникам которых от трёх до девяносто лет. Я вышла. Вот. Фойе. Зрительское фойе ДК. Сейчас почитаем. Мне нравится, что F через лиру написано. Очень. Вот. Такие ямальские. Опять же, как на домах. Помните, в Новом Уренгое? Тут везде вот этот орнамент северный. И обыгрывается со всех сторон. Вот тут северный Сникерс тоже. Там какая-то видеофото-зона вон. Так, 51. А мы во сколько садимся? Во сколько, Миша, встали? Без 15. У каждой репетиции концерта есть точное временное расписание по модному тайминг. Наш концерт сегодняшний, да. Сегодня у нас другая программа программы. У нас вот сейчас покажу. ДК нефтяник. Мороз. Ноябрь. Мороз так, сегодня 5 городцев. Мы собираемся ехать в автобус-толпицы. Обедать между репетициями концертом. Мы уже сели в автобус, загрузились. Юлька, здравствуй. О, там сколько нормально. Да, как же я тебя... Сам город основан в ноябре. Отсюда его и название. А за полгода до этого, весной 1975 года, на лед местной реки был высажен первый десант всего из 40 человек. И главной целью буровиков было расследование и освоение наибогатейшего местного месторождения нефти, из которого спустя всего 3 месяца после их высадки был получен первый фонтан черного золота. А там двух, мы вот с Ольгой, когда вчера ночью ходили, такие барачного типа, которых они не хотят уезжать, из которых, потому что они очень теплые и дышащие. Да, у них там модернизируют. В настоящий момент жители этого молодого города занимаются добычей нефти в 29 пунктах месторождений. У нас в автобусе. Квел грибочков. Мухоморы. Мухомор нету, красный, это у него сыроежки. Нет, это мухоморы. Сыроежки. Видишь, видишь, вот такие мухоморы. Это подожди, это не мухоморы, это поганки. Вот. Мухоморы вот с такими, этими. А тут без этого, да, вот поганка. Почему мухоморы купил? Он поганок себе, ну как, а лисички. Хе-хе-хе-хе. Хай, корень. А, у него разные, разные. Разные. Ты уж испугался от не поганки. От не поганки. Кирюша, она просто сплошная бледная поганка. Ну, хороший. Большая, большая, бледная. А, кстати, это какая-то... О, белый гриб я увидела. Вот. Нет. Поровик чок. Что? Что? Женщина нашла какой-то огромный белый гриб, который там сколько-то килограммов. О, ничего себе. Книги рекордов Гиннеса прям здоровый-здоровый ее там с фоткой. Не то, что килограммовый, а какой-то там вообще. Вообще. Вообще-вообще. Мы тут вчера все с Ольгой прошли пешком. А вот тут вон, там вон военная техника, которую мы вчера не видели. Там вот внутри, в этом парке. В этот, что, парк вот этот? Китровый массаж, да? Китровый массаж. Высмите, китровый массаж, Ромалю? Сибирское здоровье. Это центр в Шейкале. Да? Да. Ну, пойдем завтра с утра. Может, устроим утром спасение на 3 часа? Да. Я за. Давайте посмотрим. Что, давай прилагаем. Спас, спасай. Можно же китровую бочку можно сделать и так. О, ну все. О, наша Европа. Вот она. Вот наш отель. Мы имем прижарим. Очень классная вещь. У меня на ту сторону. Она распаривает кожу, а потом делает пилинг. И получается вообще шикарно. А потом массаж. Все, нельзя. Нет, у нас завтра целое утро. Очень логично. Вот, Армения. Сейчас, начнешь в гору. Вот. А вы вчера не видели? Говорят, там хорошо. Диван, а мне, я прочитала Дуля. Дуля? Да. Моя Брунгильда за всеми подглядывает. Брунгильда? Да. Она такая. Ее зовут Брунгильда. Геневрия вражу. Лембляха. Лембляуха. Как? А, вчерашняя. Лембля выдра. Нет. Ну, ты меня сбила. Лемблядуха. Лембля... Рур. Лембли... Яяха. Лемблеяха. Лемблеяха. У меня записано в телефоне. Яхо, Лемблеяха. Лемблеяха. Ну, наш номер. Наш... Населенный пункт. Но вчера была остановка. Лемблеяха. Лембле... Лемблеяха, по-моему, называется. Я сейчас почитаю поточно. Но яхо... На Лембле... Что-то... Есть или нет? Я не помню. Лемблеяха. Да. А это Несы. Классный спроводник, он был разговор вообще классом. Там много чего. И собак мы там кормили и болтали с ним. Было очень интересно, когда Женька пыталась прочитать подряд название всех, кто все равно помнит. Которые мы проезжали. Что-то... Там какой-то... Анька вспомнит. Сы... Сы в дарма. Сы в дарма. А он говорит, только не читать. Не сы в дарма, а сы в дарма. Не сы в дарма. Сы в дарма. Сы в дарма. Сы в дарма просто. Вот. По-татарски. По-татарски. Ну, сы в дарма. Сы в дарма. В обсуждение включился водитель автобуса. Кто там? Впереди кто-то... Водитель. Сы в дарма. Мы едим и есть в гостинице России. О, это наше... Все, выходим, да? Все. Ну, точно. Это не смешно. Выходим. Едим мы. В гостинице России. Ее не снесли. Она переехала сюда. На Яблеск. На Яблеск. Красиво. А? Не получится. Сумасшедший красивый. Вилки длинные. Окей. Ну, правда. Борщ. Это такие приборы специальные. Не хуже. А ты какая красивая. Фото-зона. Все кушают. Очень классный хлеб. Во-первых, вкусный, домашний. Оборудование. И он с этим, с какими-то, с овощами, с всякими семечками, название забыла еще. Ваше здоровье. Поехали обратно. Обратный путь. Я специально сел на эту же сторону, чтобы показывать другую. Концерт у нас сегодня не так поздно, в 5 часов вечера. А пока мы едем обратно, я вам еще что-нибудь расскажу про Ноябрьск. Это город второй после Нового Уренгоя по численности населения. Здесь проживает пятая часть ямальцев. Численность населения около 110 тысяч человек. Средний возраст чуть больше 30. Ноябрьск город молодой. И, возможно, поэтому некоторые улицы называются очень даже нетипично. Например, имени Виктора Цоя, Владимира Высоцкого. И, кстати, много лет не утихают разговоры, как правильно называть жителей города. Ноябряне или ноябрьцы. Спорят литераторы, журналисты и филологи. Мнения разделились. Ну, а на ваш взгляд, как все-таки правильно? А че, мы уже приехали, что ли? А че мы так долго ехали отсюда? Чай, хана. Все, приехали. Настройка и концерт. Исполнение Второй симфонии Рахманинова было посвящено недавно ушедшему Юрию Тимирканову. Это наше место работы. А тут вот по периметру так красиво гриненые лампы. Это наш библиотекарь. И самый главный человек не даст ноты, не бойтесь музыки. Какой-то Гарри Поттер. Ой, влезли все. Впечатления после. Замечательно. Очень. 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 Печали нам мало. Мы трудились. Мы трудились. Мы трудились. Мы трудились. Мы очень трудились. Здесь вообще замечательно. Да. В ноябре, в ноябрьске прекрасно. Мы поехали есть. Это надо все заесть. И публика такая прекрасная. Публика очень хорошая. Да. Им было мало. И браво нам кричали. И еще кричали. И еще. Да. В общем. О, видимо, такое событие. Наши. Ха-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я.